всем привет продолжаем путешествовать по моему городу санкт-петербургу гороховая 40 я пользуюсь википедии сайтом city walls и ссылки на книгу лариса броитман гороховая улица которую нашел в интернете вот что написано на сайте city walls по этому дому фасады разрезы поэтажные планы архитекторы шашин варгин дорогулин иванов гильев художник архитектор грунтов гражданский инженер бликов дом сохранился без существенных изменений 1838 году владельцем дома записан почетный гражданин иван михайлович севастьянов в 1837 в этом году жил статский советник князь петр борис козловский козловский служил в коллегии иностранных дел с 1802 года состоял перероссийской миссии в сардинии был полномочным министром при сардинской затем при витернбергском и баденской дворах современником известен как литератор он занимался переводами из французского писал публицистические и научно популярные статьи вышел в отставку 1835 году поселился в петербурге познакомился с пушкиным пушкин назвал козловского в одном из своих стихотворениям ценителем умственных творений исполинских с 1836 года козловский находился при наместнике царства польского следующими владельцами дома в 1840 1850 годах были савастьяновы поручик и статский советник вероятно сыновья почетного гражданин иван михайловича савастьянова в 1849 году в этом доме снимал квартиру гвардейский офицерник николай петрович григорьев член кружка петрашевцев он написал рассказ солдатская беседа рисовавший бесправное положение крестьян и солдат в этом рассказе содержалась сцена избиение двух солдат самим царевом григорьева приговорили по первоначальному приговору григорьев был в числе 15 приговоренных смертного казни которые мы заменили 15-летний каторгой 1854 году в этом доме жил иван васильевич марков тайный советник член мануфактур совета снимали квартиры в доме севастьяновых часовой мастер рудольф беннинг и фортепьянчик кофман в 1857 году дом принадлежал к решкому советнику буркову вдова буркова эмилия ивановна в 1858 году продала дом своему мужа карнат лейб гвардии конного полка графа александру стейнбок фермору одному из наследников известных фамилий и богатого состояния 1863 году дом стейнбок фермора купил отставной полковник граф михайлов я клич ростовцев яков иванович ростовцы отец нового владельца фигура достаточно известная он под поручик ли в гвардии гирского полка состоял членом северного тайного общества накануне восстания в письме николая первому он сообщил о готовящемся восстании 1850 году стал членом государственного совета в 1871 году дом купил купец второй гильдии семен иларионович дорохов купца и лисеева на первом этаже был магазин а кухмистер десятов снимал билетажи 14 комнат возможно не для жилья а для кухмистерской здесь жил андрей алексеевич воронихин внук брата знаменитого зодчего андрея никифоровича воронихина в 1860-1870 годах квартиру в этом доме занимал иван иванович ломанский это тайный советник сенатор старший сын якобы иванович имел звание полковника третий по старшинству евгений иванович был крупным банковским деятелем занимал должность физика физической обсерватории инспектора главной палаты меры весов в этом же доме на гороховой 40 вместе с родителями жили два сына порфи иванович человек не очень удавшейся судьбой в 1875 году покончил жизнь самоубийством и второй сын историк словист владимир иванович ломанский в 1937 году здесь жил николай максимил янович хлопин беспартийный машинист депо станции ленинград сортировочная витебский арестован 1 ноября обвинен в разрушении пути сообщения расстрелян 20 декабря 37 года в начале войны бывшей прачечной во дворе устроили бомбоубежище в 41 году бомба упавшая в середину двора разрушила флигель другие флигели тоже пострадали жильцов переселили дом 48 после окончания войны здесь начались восстановительные работы в которых участвовали немецкие венопленные в доме жил олег михайлович виноградов артист балетмейстер сценарист работа олег михалыча представляет яркие страницы современного балетного искусства он родился в ленинграде 37 году окончил ленинградское хореографическое училище работал на сибирском театре ну а затем в ленинграде малом оперном театре мини кирова ну вот и все что я нашел в интернете про дом гороховая 40 все всем пока всем привет до свидания до новых встреч в субтитрах михайлович